добрый день неожиданно так так минутку вам меня видно нет да да так сразу говорю что у нас все записывается выставляется в интернет вы не против на вот так да ну да я написал прятаться прятаться нет просто хотел вас поинтересоваться по одному вопросу ну ладно вы скажите не против нет нет не против чтобы никаких претензий не было я вас да нет ради бога пожалуйста Игнатий по 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 отчеству как вас я не помню Тихонович Тихонович добрый день добрый я у вас хотел вот что спросить мы сами со Ставропольского края смотрел ваши ролики интересует вот детский лагерь который у вас организовываете или он уже у вас не организовывается вот по этому вопросу хотел поинтересоваться как у вас все это происходит интересует в лагере ну вот у меня двое детей маленьких хотелось бы возраст девять десять лет мы в другом формате работаем сейчас специально лагерь Роспотребнадзор сильно наседал пришлось закрыть мы пришли купили несколько домов и теперь у нас более ухоженно то есть отопление все есть до этого были на 500 метров от деревни то теперь непосредственно в самой деревне находимся понятно понятно у нас тоже порядок все также осталось но только уже живем не в шалашах не самодельных каких-то там было раньше прямо настоящие дома стоят я понял а какие условия касаемо вот у нас родители что от нас требуется а вот как поговорим я вам сразу материалы все скину понял понял ясненько ну как у вас жизнь то вообще на алтаре обо всей жизни на алтаре я не знаю как сказать вот назарбаев поставил власть уходит там за собой что-то у нас читали да у нас пока все так и остается ну мы верующие мы все принимаем благодарим бога вот спрашивает про власть а мы вспоминаем вот нас пять братьев пять сестер в семье было отец с матерью полкласса не кончили вместе отец вот так без руки с войны и план все забирали даже картошки другой раз не было и никогда не слышали чтобы родители ругали власть жили молились все до одного дети все здоровые никто не умер с голоду там и лебеду все собирали а потом все направилось и вот так ну а как сегодня живем и живем какие там если бы я работал маленько больше знала я только встречаюсь с людьми здесь когда молимся жалоб у нас никаких нету мы за все бога благодарим понятно понятно ясно ясно и гнать тихонович ну давайте не будем тогда ваше время отнимать мы почитаем так как у вас людей привезет это уже будем смотреть может быть сам на машину у нас правила определенные если мужчиной мы даже все сказать с табаком не приезжают ну мы не курим вот уже отпадает женщина что было не крашеная и брюках да это мы видели тоже знаем еще такого нет мы напишем что с собой взять абсолютно все написано что-то у нас здесь свое а просто не там на влачке это все люди спорезу привозят свои там вы вышли путевку я вам сейчас выдам и маршрутку выдам вы как их привезете на своей машине бог его знает и на тихонович пока не знаю не могу сказать на машине это бы лучше просто проехал и все так пересадки разные встречать подвозить ну от нас к вам долго ехать это долго ну представьте мы отсюда доехали до владивостока с барнаула раз а потом доехали до лиссабона португалия прошли скандинами прибалтику и ездили не для чего то я просто дарил свои книги в каждую библиотеку ну да я видел слышал это сколько сто двадцать тысяч километров прошли ровно три раза вокруг по экватору землю ну видите как это у вас времени больше мы как бы работаем поэтому не можем оторваться конечно то есть как бы приказаны скажем так да но нас и люди не были связаны такой работой они могли отпроситься там или как тот учитель ехал он учитель летом как раз учителя свободные а шофер на шофер как там такой как бы на временной работе был дальнобойщики нам нужно было чтобы мог ремонтировать и все обиходит себя мало ли то дорога ну да конечно ну все тогда поэтому выгоднее будет на поезде ехать ваши края до куда до москвы через москву идете нет ну может быть до пересадка скорее всего будет да нет я думаю навряд ли на 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 урале где-то будет пересадка возможно где-то в тех краях у нас может челябинске у нас приезжали несколько лет из канады нынче опять собирается из канады две пересадки в париже в москве и в барнауле в аэропорту отсюда уже на машине я извиняюсь игнатий техноч а у нас со временем я что-то позвонил разница со временем не посмотрел сколько получается 4 у вас как с москвой одинаково да 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 четыре часа разница а у вас плюс четыре до все ясно я вам все это сейчас какой порядок даже сюда заходить чтобы вы знали маршрутку скиной и путевку понятненько понятненько ну хорошо рад был с вами пообщаться вам здоровья спасибо хорошего до свидания до до свидания во славу божию